Даже прекрасный лучезарный подсолнух сломается под тяжестью золотого дракона, который на него сел. А обычный мастер, сам того не ведая, может поддаться искушению непостижимой силы. Привет, гладкопузо и тюлени! Вы на канале Мой Тай Си Кей, а я, Федорович, нуждаюсь в вашей помощи. В этом видео я вам покажу мастеров, в которых сам не могу разобраться, настоящие ли это сенсеи или очередные фейки. Но в конце я покажу вам настоящего дядьку мастера. Первый седовласый мастер, которого я вам покажу, основатель стиля камвет-тапо. Что это значит, я не знаю. Наверное, первые буквы всех известных ему стилей. Потому что все крутые основатели новых стилей берут все самое лучшее и убирают все самое ненужное. Но, как говорится, в послезавтрашний день легко смотреть, если вчера знал, что будет завтра. Субтитры делал DimaTorzok Как вам мастер-дед? Вот и у меня спорные чувства. С одной стороны, дед красавчик. В свои года не режется в домино с пивом, а занимается физкультурой с уклоном на единоборство. И даже может поднять ногу выше пояса. Но с другой, если бы он занимался этим где-то на спортплощадке, цены бы ему не было. Но создавать новый стиль единоборств, показывая технику, которую сам мастер начал изучать в лет 50-60, до этого особо ничем не занимаясь, рассказывая и показывая, что это суперприемы самообороны, это уже лишнее. А вот его защита от оружия, как прекрасная звезда, падающая с неба средь бела дня, затмевая рассудок и вводит в ступор даже матерых бандитов. Когда эти знания станут доступны всем людям, любые войны и грабежи станут бессмысленными. Ведь теперь даже маленькая девочка сможет ушатать матерого рецидивиста. А что вы думаете про тайное искусство деда? Как рождение неостановимой лавы с древнего вулкана, рождение легендарного мастера возможно раз в тысячу лет. А если это девчонка, то даже в две. Видео, которое вы сейчас увидите, требует немалого объяснения. Субтитры сделал DimaTorzok Это Синтия. Я делал про нее обзор, в котором она руками разбивала бетонные столбы, а ногами перебивала швелера и рельсы. Но скорость, которую она показывает в этом видео, не снилась даже Ломаченко. А Мейвезер уже вызывает самолет, чтобы узнать секреты. В общем, есть всего два варианта. Или эта самка-богомол опознала секрет броска кобры, или у нее классный видеомонтажер. Что думаете? Прекрасный журавель не может пропеть песню Соловья. Но это не делает его дикобразом. А глядя на следующего мастера, я сам не знаю, что делать. Или поражаться его искусству, или улыбаться с его учеников. Мастер, у которого десятки учеников, как муравей, собравшийся переломать дуб одним ударом, может показывать только базовую технику секретного стиля. Но и этого достаточно, чтобы ученики были в шоке. Учитель настолько крут, что даже не переодевается, а мочит всех направо и налево в деловом костюме. На первый взгляд, сенсей показывает довольно интересные движения. Он довольно пластичный, использует массу всего тела в своих волнообразных ударах. Но с другой стороны, внутренняя энергия Чи, которой мастер отбрасывает учеников одним касанием, даже не по одному, а целыми толпами, это, конечно, жесть. Я бы еще обратил ваше внимание, что в разных местах и на разных семинарах этот великий учитель возит с собой двоих, одних и тех же учеников, которые очень классно летают и делают удивленные выражения лица, после того, как сенсей что-то на них показывает. Как будто это в первый раз, а не сотая репетиция. В общем, что скажете, мастер или ломастер? Даже старый носорог может переломить хребет слезняка, а старый боец может ушатать даже молодого задрота. Напоследок я хотел вам показать настоящего мастера боксера и смотивировать вас на занятия спортом, чтобы вы умели защищаться от фейковых мастеров. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Пускай также знают, что бывает и такое. А вы можете стать партнером канала или знаменитым, подробнее в описании под видео. Также смотрите бомбовые видео в описании. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.